SCP-1031. Усилитель запрещающего сигнала. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1031 следует хранить в складском сейфе в зоне засекречена. Допускается извлечение объекта для экспериментов, но после этого он должен быть возвращен на место с SCP-1031-2, зафиксированным в положении выкол, с помощью клейкой ленты. Описание. SCP-1031 представляет собой сверхпрочную погодоустойчивую коробку из ABC пластика размерами 20х15х5 см, массой 770 г серого цвета. Коробка заперта. Глубоко в пазах в каждом углу видны винты, но их головки, похоже, рассверлены, чтобы предотвратить извлечение. В центре одной из боковых поверхностей объекта закреплена круглая металлическая петля и завинчивающийся механизм. Стяжной хомут. На противоположной стороне находится виниловая этикетка. Судя по этикетке, объект произведен засекреченно-LTD. Начало с носки. Фирму засекреченно-LTD удалось отыскать через дом компании и выйти с ней на контакт через организацию прикрытия фонда. Фирма отрицает свою причастность к производству подобного устройства и является, по факту, производителем модной одежды. Конец носки. Им называется модуль усиления запрещающего сигнала. Также в инструкции приведены указания по креплению коробки к светофорному столбу. И предостережение. Защищено от постороннего доступа. Не пытайтесь открыть сопровождающие изображения, предупреждающим о том, что при нарушении данной удалены. Под этикеткой находится замочная скважина с тремя подписанными положениями. Выкол. Усилить. И метка. SCP-1031-2 представляет собой ключ, который подходит к замочной скважине SCP-1031. Ключ не имеет особых свойств. Слесарю флоуфонда удалось его удачно скопировать с использованием стандартных методов. Открыть коробку с помощью ключа не представляется возможным. Для активации SCP-1031 требуется А. Прикрепить его указанным на этикетке образом к светофорному столбу, имеющему исправные красные и зеленые сигналы. И. Б. Установить SCP-1031-2 в положении «Усилить» или «Метка». Смотрите приложенные протоколы для получения дополнительной информации об эффектах объекта. Следует отметить, что SCP-1031 не требует никакого подключения к электрическому или другому питанию, да и не имеет возможности такого подключения. И не производит никакого непосредственного воздействия ни на что. Хотя эффекты, приведенные ниже, четко обусловлены наличием SCP-1031 и расположением его замка. На коробке отсутствуют какие-либо лампы или другие индикаторы. Чем обусловлены ее эффекты в настоящее время неизвестны. SCP-1031 был обнаружен агентом «Засекречено» у дороги в юго-западной части «Засекречено» в Великобритании. Дата «Засекречена» после анализа свидетельств о недавней вспышке дорожно-транспортных происшествий в этом месте. SCP-1031-2 был вставлен в замок SCP-1031. Протокол экспериментов 1031-01. Эксперименты проводились в исследовательской зоне «Засекречено». В подходящем месте на парковке был установлен светоформ, запрограммированный на простую последовательность 30-секундных зеленых и красных сигналов. SCP-1031 был установлен на том же столбе в соответствии с прилагаемыми к нему инструкциями. На проезжую часть рядом со столбом была нанесена белая линия. Подопытным класса D было приказано провести через линию транспортные средства. Дата «Засекречена». Подопытный D3879. Положение ключа «Выкол» транспортные средства. Хэтчбэк 1.1 литр. Скорость 30 км в час. Действие «Автомобиль пересекает линию во время зеленого сигнала». Результат «Нет эффекта». Субъект остановил автомобиль через 14 метров от линии для получения дальнейших инструкций. Подопытный D3879. Положение ключа «Выкол». Транспортные средства «Хэтчбэк» 1.1 литр. Скорость 30 км в час. Действие «Автомобиль пересекает линию во время красного сигнала». Результат «Нет эффекта». Субъект остановил автомобиль через 12 метров от линии для получения дальнейших инструкций. Подопытный D3879. Положение ключа «Усилить». Транспортные средства «Хэтчбэк» 1.1 литр. Скорость 30 км в час. Действие «Автомобиль пересекает линию во время зеленого сигнала». Результат «Нет эффекта». Субъект остановил автомобиль через 9 метров от линии для получения дальнейших инструкций. Подопытный D3879. Положение ключа «Усилить». Транспортные средства «Хэтчбэк» 1.1 литр. Скорость 30 км в час. Действие «Автомобиль пересекает линию во время красного сигнала». Результат «Автомобиль резко останавливается на линии». Как если бы столкнулся с неподвижным объектом. Сработала подушка безопасности. Субъект получил синяки на груди из-за ремня безопасности и сообщил, что его тряхануло. Передний бампер автомобиля был снят по всей ширине. Помимо этого, наблюдались различные мелкие повреждения. Подопытный D3880. Положение ключа «Усилить». Транспортные средства «Хэтчбэк» 1.1 литр. Скорость 30 км в час. Действие «Передний бампер автомобиля пересекает линию за 0,2 секунды до начала красного сигнала». Автомобиль продолжает пересечение линии в начале красного сигнала. Результат «Нет эффекта». Субъект остановил автомобиль через 17 метров от линии для получения дальнейших инструкций. Подопытный D3880. Положение ключа «Усилить». Транспортные средства «Хэтчбэк» 1.1 литр. Скорость 50 км в час. Действие «Автомобиль пересекает линию во время красного сигнала». Результат «После пересечения линии шины передних колес лопнули с громким хлопком, что привело к потере субъектом управления. Автомобиль остановился через 27 метров от линии, перпендикулярно направлению движения. Субъект физически не пострадал, но утверждает, что ему не по себе. Подопытный D3881. Положение ключа «Усилить». Транспортное средство «Велосипед». Скорость 15 км в час. Действие «Велосипед пересекает линию во время красного сигнала». Результат «После пересечения линии переднее колесо намертво прилипло к поверхности дороги. Субъект выпустил руль и получил ушибы и незначительные порезы от удара о поверхность дороги. Велосипед остался в вертикальном положении с неподвижно зафиксированным в данном положении колесом. При этом никакие другие узлы велосипеда не были заблокированы. За 5 секунд до конца красного сигнала колесо стало свободно перемещаться, и велосипед упал на проезжую часть. Никаких повреждений дорожного покрытия шины или колеса в точке сцепления не обнаружено. Подопытный «Д3882». Положение ключа «Усилить». Транспортное средство «Мотоцикл» 750 кубических сантиметров. Скорость 40 км в час. Действие «Мотоцикл пересекает линию во время красного сигнала». Результат «После пересечения линии цепной привод мотоцикла сломался». Субъект сообщил о временной потере управления, но смог успешно остановить машину через 8 метров от линии. Субъект физически не пострадал. Подопытный «Д3880». Положение ключа «Метка». Транспортное средство «Хэтчбэк» 1,1 литр. Скорость 50 км в час. Действие «Автомобиль пересекает линию во время красного сигнала». Результат «При пересечении линии слева и справа на боках автомобиля на высоте примерно 80 см над уровнем земли появились горизонтальные красные полосы 23 см в ширину. Как если бы они были нанесены из баллончика кем-то неподвижно стоящим, мимо кого проезжал автомобиль. Последовавшая экспертиза не выявила никаких признаков нанесения дополнительного слоя краски. Был изменен первоначальный цвет краски. Удаление полос оценочно потребовало бы полной покраски заново пострадавших деталей. Подопытный D3882. Положение ключа метка. Транспортное средство. Мотоцикл 750 кубических сантиметров. Скорость 40 км в час. Действие «Мотоцикл пересекает линию во время красного сигнала». Результат «По обоим бокам мотоцикла на высоте 80 см над уровнем земли появились красные полосы 23 см в ширину. В том месте, где полоса пересекала ногу субъекта, ими изменился цвет его одежды, шорты и непокрытых участков кожи. При изменении цвета субъект закричал. Позже он сообщил, что ощутил в пострадавшем участке боль, которая прошла так же быстро, как и началась. Пораженные участки кожи субъекта приобрели равномерный ярко-красный цвет, аналогичный полосам на транспортном средстве. Полосы с кожи не удалось отмыть водой с мылом. Требуется анализ образца кожи для определения того, каким образом было произведено изменение. Продолжение следует...